Кажется, жаждущие правды готовы ждать у двери Фемиды по несколько часов. Судебное разбирательство над главой города Димитровграда Алексеем Кашаевым должно было начаться 5 июня, ровно в 2 часа дня по местному времени. Однако мэр появился в поле зрения нашей телекамеры только спустя полтора часа, в отличие от тех, кто обвинил его в посягательстве на журналистом местного издания. Послан Кашаева не успел вовремя, так как задержали неотложные дела, связанные с будущим родного города. Был на совещании в городе Ульяновске. По проблемам города Димитровграда вопросы были связаны с ремонтом дорог. Вечером 23 мая в новостной ленте стали появляться заголовки о том, что Алексей Кашаев поднял руку на сотрудника местного СМИ Кемрана Кичимайкина. Но шумевшая история произошла во время празднования столетия пограничных войск. К главе города не понравилось, что молодой человек сидел на лавочке, вместо того, чтобы встать, когда играет гимн страны. Сначала мэр намекал об этом жестами, после, во время торжественной речи, оскорбленный поведением Кичимайкина, не выдержал и обвинил его в предательстве. Чтобы этот гимн звучал на этой земле, многие живущие в нашем городе положили за это голову. Поэтому, кто присутствует на данном мероприятии под гимн, я прошу все-таки вставать. Это неуважение ко всем здесь сидящим. Я все-таки донес эту информацию или не донес? Поэтому мы должны всегда понимать, что в нашей стране были и будут предатели. Хотя мы на сегодняшний день уже очень приятно, что хоть знаем хоть в лицо. Сама же ситуация с пока еще не установленным судом избиением произошла несколькими минутами позже, возле памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Со слов обвиняемой стороны, журналист подошел к главе города, чтобы задать несколько вопросов. Однако разговор обернулся для него двумя ударами в голову и по лицу. На следующий день журналиста госпитализировали. Эту версию Кимра назвучил и во время суда. Объяснил он и то, почему не встал во время гимна. Само заседание шло за закрытыми дверями порядка трех с половиной часов без присутствия телекамер. Судья ознакомился с материалами дела, выслушал обе стороны процесса. Успела выступить и часть свидетелей. Алексей Кашаев, как и прежде, утверждал, что журналиста не бил, но обматерил. Несколько днями ранее в интервью российской газете глава города заявлял, что журналиста еще и толкнул. По его мнению, вся эта ситуация нужна корреспонденту для пиара. И если бы перед ним был другой человек, то поступил бы так же, попросил встать во время гимна. Я в начале своего выступления говорил, что каждый мужчина, живущий в Российской Федерации, обязан под гимн Российской Федерации вставать. Даже если я буду главой города, не главой города, я в любом случае сделаю замечание человеку, когда он не уважает флаг, не уважает гимн Российской Федерации. Разобраться в том, кто прав, а кто виновен, в этот день так и не удалось. Плюс ко всему, в суд не пришла некоторая часть свидетелей. Слушание перенесли. Даже если суд встанет не на мою сторону, я думаю, такого не произойдет, поскольку все-таки я считаю, что правосудие в России должно существовать. В противном случае, будем обжаловать, добиваться правды. Второе заседание суда по делу назначено на 16.00 6 июня. Рината Леулова, Данил Сурков, Новости Ульянской правды.